Обаятельный Чарли Армстронг, гость третьего благотворительного салона Юлии Жаботинской. После фортепианного вечера Юрия Розума и литературно-музыкального спектакля с Ольгой Кобой и Ниной Шацкой салоны заняли свое место в культурной и светской жизни города. Достойная публика, камерная обстановка и особая эмоциональная составляющая делают такие вечера уникальными. Мне нравится выступать для небольшой аудитории, потому что мне нравится общаться с людьми во время выступлений. Можно увидеть настоящие эмоции людей, потому что если им не нравится, то можно сделать так, чтобы им понравилось. А когда ты выходишь на большую сцену, ты слишком далеко от аудитории. И мне нравится быть на такой площадке, как у вас. И я не буду стоять на одном месте, я буду ходить по залу, буду заглядывать в лица людей. Чарли Армстронг в последние годы живет в Европе, а выступает по всему миру. Но именно к русской публике музыкант относится с особой теплотой и трепетом. И эта симпатия взаимна. Я предпочитаю русскую аудиторию, потому что они открытые, искренние, дружелюбные и добрые. У меня было много концертов по миру, было много в Европе. Там люди холодные, они просто сидят и будто слушают радио. Что я узнал о России, это то, что люди любят реально слушать. Они чувствуют ритм, наслаждаются, иногда даже пытаются петь с тобой. Джаз, блюз, соул и фанк. Его кумиры Луи Армстронг, Майкл Джексон и Джеймс Браун. По мнению Чарли, старая школа – это основа и творчества, и профессионализма. Я предпочитаю такие направления музыки, как джаз, блюз, сол и церковное пение. А современные стили мне не по душе. Я думаю, что молодые исполнители всегда должны обращаться к основам музыки. Сейчас как происходит? Есть бит, и они сочиняют тексты. Но это должно быть по-другому. Нужно взять основу, внести в нее что-то свое. А еще должна быть страсть. Только так получится что-то по-настоящему красивое. В детстве на меня никто не давил. Поэтому я свободен от рамок в музыке. Я думаю, что лучше для детей – это не давить на них, не заставлять их, не толкать их в поп-музыку. Дать им найти направление, в котором им будет комфортно. Так они раскроют свой талант. Если я хорошо играю на клавишах, а меня заставляют играть на гитаре, так что дайте мне тогда играть на клавишах. Может быть, я подумаю о бас-гитаре. Но важная вещь – это следовать своему сердцу и давать свет всем людям. Я хочу сказать всем детям, что какая бы мечта у вас ни была, никогда не сдавайся. И чтобы люди не говорили о вас, не думайте об этом. Потому что когда вы знаете, кто вы есть, продолжайте свой путь и не переставайте мечтать. Несмотря на всю торжественность события, атмосфера была теплой и дружественной. Живой звук, завораживающий тембр и позитивная энергия магически действуют на зрителя. По итогам благотворительного салона собрано более 700 тысяч рублей. Все средства на поддержку талантливых детей фонда Андрюша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова